Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот наш отель Вон он Не прошлось 100 лет, как мы сюда попали Мы доехали в гостиницу Шикарно Я сейчас еле живы Сейчас покажу быстро Кабинка, душа Мы хотим есть Мы устали, мы хотим спать Но Туалет Такой интересный Подожди, я все показываю Не, нам сказали, что комната не пройти, не проехать Везде одна Какой душ и огромные ванны Всего разные Какие-то штучки Потом это посмотрим Где даже есть, по-моему Фен Есть и ванна отдельно И душ Где тут мало? Тут, по-моему, на вертолете можно летать Такой шкаф Такой Он такой интересный буфетик В нем есть, значит, телек Чайник А это что? Какая-то штучка Значит, стол Что это фигня, на самом деле? Не знаю, сейчас все узнаем Мне кажется, это ритуальное что-то Посмотри Тут даже есть для таких, как я Для украшений коробочка Точно для часов И цубаки для часов Для украшений Ручечки Бумажки Вот тебе, пожалуйста Не нужен тебе переходник У тебя есть сразу вайфо Этот USB Да Две кровати по полторушке Кресло Окно Посмотри, какого у тебя там строено радио С будильником Со всеми делами Огромнейший номер Я не понимаю Ну, он не огромнейший, но он большой Ну, в Израиле номера меньше В пятизвездочных Израиле бывает и меньше Да, в Израиле бывает и меньше Не бывает? Вовсе номера в Израиле, по-моему, меньше Я бы не сказал, но бывает и меньше Короче, не знаю Лобби шикарное Потом сфотка Сейчас только коридор покажу Вот ключик Вот коридор Мы на восьмом этаже, кстати Везде классическая музыка Играет Вот такие двери Значит, рассказываю Мы долетели Мы долетели и взяли автобус до гостиницы, который должен был идти пятьдесят восемь минут В итоге он шел почти два часа из-за пробок То есть, короче Сейчас пик это все после аэропорта Короче, как мы все устали Я еще достал душу и пойдем покушать Да Значит, в аэропорту Пока Дима идет душ Сейчас я расскажу все Ага, в холодильнике В чем в холодильнике? Ничего, просто в холодильнике Город большой Город большой Но ты заезжаешь И как будто ощущение, что ты в шестьдесятых годах Нет, это далеко, конечно, до топлива Дид, не раздевайся перед камерой Это за дополнительные деньги Ну, Мас, я сказал, что я иду в душ Ты не думаешь, что я буду Не то, что против, но не все будут Короче говоря Личное дело каждого Короче, значит, мы, получается, приезжаем в такой, довольно-таки, какой-то провинциальный аэропорт Не, ну, крупный, но такое ощущение шестидесятых годов такое Не современный Мы еще и прилетели в такой, мы в терминал Куча народу бешеная просто, но все рассосалось буквально за 20 минут Притом, у них бюрократия просто невменяемая Ужас, значит, во-первых, они вас просвечивают тепловой камерой, не останавливая Это на случай, если кто-то больной, у него температура Потом вам выдают одну бумажку, притом мы же никаких бумажек не взяли, мы же хитрые Вот, в итоге нас повернули, заставили для того, чтобы пройти паспортный контроль Нужно заполнить бланк Вручную, чего приперлись Даты, все, откуда вы куда Потом, еще до паспортного контроля Вам берут, значит, фотку лица И отпечатки двух пальцев Все это очень доброжелательно С улыбкой Какие-то кучи пенсионеров вам помогают Все стоят с какими-то, значит, табличками Кто куда, значит, огромная толпа Рассосалась в мгновение ока Потом, значит, проходишь паспортный контроль Тоже все тебе очень улыбаются Идешь за своим багажом Думаешь, все На этот момент уже в Бангурене Ты берешь багаж и уезжаешь домой на машине Не тут-то было На таможне тебя опять останавливают Опять ты берешь вторую бумажку Начинаешь ее заполнять Они у тебя спрашивают, что ты провозишь Ты опять же говоришь, ничего И они тебе очень вежливо, извиняющимся тоном Говорят, можно посмотреть твой чемодан Я не забываю людям объяснить, что ты прилетела из Гонконга Этим рейсом прилетела херова суча Китай Короче, да, мы прилетели из Гонконга Этим транзитом, может быть, из-за того, что это и китайцы И были там и корейцы Я не знаю, может быть, не знаю Короче, какой-то такой супер-пупер проверки Посмотрели чемоданы все наши И мы пошли Для нас было три основных вещи Достать сим-карту Поменять деньги И поменять GR Pass Я его позже покажу Это абонемент на Синкансейн На скоростные поезда Я целый месяц пыталась выяснить, что это такое И поэтому, наверное, это очень важный момент для тех, кто хочет поехать Мы нашли тут же практически, где купить симку Заплатила я в шекелях Девчонки, переведите уже сами Шекели 220 шекеля мне стоила симка безлимитка на 21 день А там точнее на 31 день Но мы тут будем только меньше намного Поэтому безлимитка Это было 6 с чем-то иен Шекель к доллару это 1 к 17 примерно Довольно дорого Но как бы интернет Я его беру и отдаю Как бы включаю как раутер И Дима тоже пользуется с моей симки Потом мы деньги поменяли Я не знаю, хороший курс Плохой 99 иен на доллар И третье Мы поехали в GR Pass Этот Нашли Все поменяли Нам все объяснили Теперь у нас есть абонемент гонять по сим-кан-сенам этим скоростным И потом Значит по Google Map Интернет Есть Просто набрали название гостиницы Все нам Вся дорога как ехать Все очень просто Все Помогают Мы пошли не ту сторону Эта девушка Выскочила из-за стойки Бежала за нами Чтоб крикнуть Что автобус в другую сторону Поразительно Все очень вежливо Но это известный факт Вот И короче говоря Единственная проблема Сели мы в автобус Водитель Значит Чемоданы наши погрузил Все в порядке Все хорошо Но пробки Мы ехали почти два часа Если учесть что мы выехали вчера утром И мы все вот это время едем и едем и едем То конечно усталость По полной программе Сейчас вот Дима пошел в душ Но мы должны как-то где-то выйти Поесть чего-то Потому что и последний раз мы ели в самолете только Вот Перелет мой второй был хуже Чем первый Из Гонконга в Японию Потому как был Боинг 777 Который такой же по размеру Но количество народу напихано больше Было очень тесно Возле меня сидела девочка То ли китаянка То ли японка Я в них не еще разбираюсь Я очень боялась ее пнуть локтем Я сидела посредине Вот так вот И как бы Ну короче Хотя я так устала Что я все эти пять часов полета в Японию Почти проспала полностью Только проснулась поесть А Дима даже поесть не проснулся Вот Но это как бы в качестве информации Вот сейчас мы уже доехали Гостиница выглядит очень-очень шикарно К нам подскочили все И такая хрупкая девушка Чемоданчик только раз Дима сразу Мы сами Все очень вежливо Все У них очень интересная фишка Они тебе кредитку или деньги не дают в руки У них такие подносики Везде при том Ты кладешь все это на подносик Они у тебя забирают Все тебе кладут Квитанцию Там сдачу Кредитку И тебе этот подносик И ты с него уже забираешь Все очень культурно Все Не буду вас утомлять Сейчас начну Выяснять Где вообще кушать будем И потом конечно Лобби вам пофоткаю Там и рояль стоит И музыка Очень красиво Все Вот Я даже удивилась Думала это 4 звезды Будет Похуже Вот Ребят Я буду наверное много снимать Поскольку эти видео смотрят и мои дети И мама То есть как бы я как бы сразу для всех Поэтому если кому не интересно Я не обижусь Просто проматывайте Либо ждите когда я вернусь уже То есть не обязательно смотреть Абсолютно все Чтобы не загружаться Но я все равно постараюсь показывать По максимуму Как говорится Лучше это Перебдеть чем недобдеть Лучше Фоткать больше чем меньше А просто можно не смотреть Ну конечно Коробочка для украшений Она меня убила на повал Это прям по нашему Вот так вот Все ребята Отключай Пошли Идем Сейчас я вам покажу Гостиница Очень большая Мы на восьмом этаже Значит нам Соответственно Нам нужно что Нам нужен лобби да? Наверное Вот не очень понятно что напишу Что лобби написано? У меня тут по-японски У меня тут по-японски У тебя там Есть? А так Да Тут он Соответственно Он по-разному А вот Чемодан Вот такое огромное лобби Вот такое огромное лобби Вообще гигантское просто Сейчас я покажу И вы Подожди Да я покажу Наверху Рояль Вот такая люстра Вот такая люстра Короче Я голодный и злой Пошли он голодный и злой А смотри какой Посыпал потолок Да Душевно Я думала ты снял какой-то небольшой отельчик На пять комнат Такой мостик Посмотри Он безразмерный Не в конце края Это блин один из крупнейших отелей этого острова Ну короче тут вообще да В общем то Однако Короче дубак полный Мне же Анжелика Пичугина Рудским языком сказала Возьми пуховик А у нас было 36 градусов Я думаю Да ну думаю Скоро июнь А Дима сейчас увидел Что это одна широта с Хабаровском Сапора Дубар блин редкостный Тут какой-то мост Надо потом посмотреть Что за речка Вот она наша гасненьца с этого Снизены Моего перехода Ура Зеленый свет Мы нашли какой-то магазин Как вы понимаете Мы тут всего 10 минут вообще в городе А кушать хочется Мы не знаем Но мы хотим посмотреть вообще Что тут вообще происходит А ну вот начались странные вещи Я даже понятия не имею что это такое Ну это понятно Ну это понятно Продукты Ну понятно А вот здесь всякие лапшички Вон Галюша У меня Галюня наша Очень любит всякие такие Разные штуки Вот для нее Вот снимаю Деда я могу себе кофе купить? Да, вот тут что я всегда обычно покупаю в разных странах и континентах Сейчас Сейчас Орехов куча Всякие напитки непонятные Все это надо разбираться Все это надо разбираться Аниме Переходнички Вот что это такое Как это понять? Слушай Это для животных еда Мы сейчас с тобой перепутаем и пообедаем Посмотри Судя по картинкам Мусор, ты это не путай И меня не путай И себя не путай Бери то что тебе надо и пошли Мне нужен например Сейчас Подожди Вот интересные Какие-то пирожки Какие-то штучки Непонятно Ты же не в Африке Какой был тонк? Какой хочешь Иностранный перепутал Какая разница? Назови, как хочешь Иди возьми Нет, я это должна попробовать Однозначно Музя В Турции Чай пьют из таких Короче Это кукольная комедия Мы же Покушать хотим А мы всего час Как в собору Зашли в первый попавшийся ресторан И нас посадили Вот в таких Это значит Без обуви Садишься на такие подушечки Вот Вот люди сидят И короче Так неудобно Кранты полные Ой А мне плевать Мне кажется и на пальцах Можно объясниться Только единственно что Мне совершенно Сидеть неудобно Нет, ты сразу Переживаешь Нервничаешь Да Мне не понравилась Турция У меня глаза Конечно как тормоза Мы уже вторые сутки не спали Ну Короче Слушайте Это полный прикол Тут все на японском Ну Посмотрим Короче Я кое-как уселась Вот так вот Облокотилась Ноги вперед Вот тут такую штучку дали Видимо она горячая Это видимо руки вытирать И стакан с холодной водой Я так надеюсь что это пить Но Дима выпил Может это и руки мыть Дима тебе какое-то пиво взял Для облегчения ситуации Говоришь что вкусно Сейчас попробую руки вытереть Получил первую часть еды Во что мне? Во что мне? Ну Они берут я смотрю Ложку И туда потом да Дима начал есть Говорит божественно вкусно Девчонки Сейчас будет Сейчас будет такой позор Мы понятия не имеем что это Как это едят Вот это я только что спросила официанта Вот эти штуки Ими разбивают перец И засыпают спицы Короче сейчас тут Будет Мега позорище Ребята Рис шикарный Миссу суп шикарный Это видимо Соус для вот этих вот штук Тут какой-то краб Креветка Я еще не поняла Капусту я навалила Какой-то интересный соус Из кунжутного семени Тут три вида И вот это какие-то местные Эти соленые такие Как это называется? Ну вот Соленья Короче Я думаю что нас отсюда выгонят Потому как я взяла капусту Вывалила соус Буду сейчас то есть Я понятия не имею Едят ли так Вообще это принято Не принято Тут всякие плошки Которые не знаю что это такое Короче Сегодня у нас побед А вот это такая штучка В ней лимончик зажимается Вот так вот Видимо потом Я левой рукой это делаю А соком все это поливается Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok